Всем привет! Вы на канале Плохие Книги, с вами Семен, и сегодня я вам назову 7 причин почитать Сэндвана. Речь сегодня пойдет о комиксе, который обычно советуют тем, кто не любит комиксы. Как именно вам рассказать о Сэндване я пока что не придумал, поэтому просто назову причины, почему его стоит читать. Причина номер один. Прежде чем начать читать какой-нибудь многотомник, я в первую очередь узнаю, дописан ли этот многотомник до конца. Не хочу быть в заложниках у Джоджа Мартина, как его фанаты, и ждать продолжения истории десятилетиями. Или просто бесконечные истории, на знакомство с которыми нужно потратить полжизни. История о песочном человеке давно закончена. Она насчитывает 75 выпусков, которые разбиты на 10 томов. Пусть эти цифры вас не пугают, комиксы читаются довольно быстро. За вечер можно спокойно проглотить один тон. Но мне кажется, что лучше все-таки посмаковать, а не читать так быстро. Причина номер два. Так как это комикс, то я считаю очень важным назвать антураж и атмосферу. Ведь художникам нужно изобразить все это. Как это часто бывает у многосерийных комиксов, художников здесь несколько. И в разных номерах рисовка может отличаться. Поэтому выделять какой-то конкретный стиль я не буду. А вот уточнить, что рисунки здесь встречаются самые разные, стоит. Тем более стоит отметить, что этот комикс о песочном человеке. А значит речь пойдет о сновидениях. Декорации и существа могут встречаться самые разные. И художники прекрасно справились со своей работой. Правда, некоторые выпуски могут показаться чересчур абстрактными. В принципе, как и сны. Поэтому здесь все как надо. Причина номер три. Это наконец-то сюжет. История получилась достаточно интересная и разнообразная. Жанр может меняться от выпуска к выпуску, но при этом продолжать ту же самую сюжетную линию. Будут встречаться и интересные персонажи, и интересные ситуации. А сама история настолько обширна и многогранна, что будет меняться не только антураж, но и эпохи. Некоторые тома вообще будут состоять из нескольких разных историй, никак не связанных друг с другом, которые при всем этом еще и не будут двигать основной сюжет. Но при этом сами истории будут оставаться интересными и самодостаточными произведениями. Причина номер четыре. Сэндман имеет огромное количество отсылок на различную мифологию, религию и поп-культуру. Количество примечаний в конце каждого тома удивляет. Можно даже сказать, что это своего рода улисс от мира комиксов. Огромное количество отсылок и пасхалок. Постоянно меняющиеся литературные и визуальные жанры. Иногда они сразу можно сориентироваться, в какую сторону читать. А иной раз и вообще приходится поворачивать комиксы. Но все же Сэндамоны читать не так больно, как шедевр Джойса. А если вы еще и фанат вселенной DC, то тогда, наверное, вы уже и читали Сэндмона. Но все же уточню, что вы будете встречать знакомые места и персонажей из вселенной DC. Так же, как и реальных исторических личностей. Причина номер пять. В общем, сюжет не настолько плоский, насколько хотелось бы. Ведь вы, прочитав несколько выпусков, не сможете сразу переключиться на что-то другое. В голове осядет пыль или, может быть, песок от песочного человека. А вы разве хотите забивать себе голову дурацкими комиксами? Причина номер шесть. Это возрастной рейтинг. 18+, здесь не просто так. Я уже сказал, что этот комикс представляет собой набор различных жанров, как литературных, так и визуальных. И их объединяет мрачные настроения и вкрапления ужаса. На страницах этого комикса будут встречаться не только ужасные и пугающие образы, но также секс, обнаженка, расширенка и так далее. Когда комикс только начинал выходить, то шестой выпуск под названием «24 часа» для некоторых был просто откровенен. Многие читатели после этого выпуска просто бросили серию, так как не были готовы к такому. Конечно, и сейчас таким вряд ли кого-нибудь удивишь, особенно зрителей моего канала. Но тогда безобидная книжечка с картинками многим дала прикурить, тем, кто считал, что комиксы – это обязательно для детей. И причина номер семь – это спин-офф. Как я говорил ранее, основная серия комиксов насчитывает 10 томов. Если вам этого будет мало, то вас ждет еще четыре комикса, заинтересовавшими вас героями. Это всегда приятно, что есть возможность вернуться в полюбившуюся вам серию, но без всяких обязательств. А на этом у меня все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...